Настя и Маша учатся в третьем классе первой кубинской школы. В библиотеку, расположенную в Центре культуры и творчества, девочки ходят почти каждый день. Потому что очень тихо, тихо, удобно делать уроки. А книжки часто берете? Да. Какие книжки, что вы будете читать? Обучаю, что-то путешествия. Среди читателей библиотеки почти 4000 жителей кубинского поселения. В основном это, конечно, дети и представители старшего поколения. Но модернизация этих учреждений культуры может привлечь в читальные залы и молодежь. Молодежь, к сожалению, меньше читает, но они привыкли к современным гаджетам. Пока мы не можем так похвалиться всеми современными гаджетами, но мы идем к этому. Книжный фонд библиотеки, расположенный в Кубинке 8, насчитывает 53 тысячи книг. В минувшем году он пополнился почти на 150 изданий. Это очень мало, говорит руководитель учреждения культуры. Хотелось бы увеличить и число подписных изданий, сейчас их нет совсем. Но ждать перемен осталось недолго. Готовится оборудование, будут две лавочки, скамеечки, будет пункт книгообмена. И мобильная библиотека будет еще дополнять вот этот центр. А так мобильная библиотека, естественно, она часть библиотеки стационарной, которая находится на высоком этаже, куда надо идти. А это будет на улице и в удобное, в теплое время года можно будет там же и читать эти книги. Деньги на установку уличной библиотеки Олег Рожнов выделил из своего депутатского фонда. Всего же на кубинское поселение в минувшем году народный избранник потратил более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Из них полтора миллиона на образование. Детский сад номер 73 100 тысяч рублей на приобретение установки уличных игровых форм. Детский сад номер 7 228 тысяч рублей на приобретение установки уличных игровых форм и экспозиционного оборудования и сушильной машины. Детский сад номер 17 319 тысяч рублей на приобретение установки экспозиционного оборудования. Детский сад номер 50 20 тысяч рублей на приобретение компьютерного оборудования. Детский сад 42 600 тысяч рублей на приобретение установки веранды. плюс 41 тысяч рублей на приобретение ноутбука для интерактивной доски. Кроме того, 300 тысяч рублей были выделены на установку пластиковых окон в Акуловской школе. В наступившем году приоритеты парламентария не изменятся. В центре внимания по-прежнему будет образование. Важно, чтобы мои средства, депутатский фонд, шел на самые актуальные нужды. А не просто там вот где-то что-то не хватает, но можно и без этого обойтись. Поэтому мы вместе здесь сверили позиции. Представители кубинских образовательных учреждений, приглашенные на встречу с Олегом Рожновым, озвучили свои пожелания при распределении средств в будущем. Они просят возвести недостающие веранды еще в двух садиках и установить заборы. Все заявки будут рассмотрены и при удовлетворительном решении включены в депутатскую программу на 2019 год.